итак всем привет это тунис часть 2 как ее отыгрывать либо отыгрывать четвертую пятую третью линию либо первую линию как обычно да то есть ты уже играл на на карте да ты знаешь четвертую пятую линию будут полностью шестую седьмую дату карту ты знаешь уже да вот они немножко расширили поэтому здесь немножко по-другому она отыгрывается поехали с тобой прямо значит этот холм ну и чтобы видно было точку а можно сделать прокатку прямо вот отсюда если выехать сделать прокатку первым респам до тебя будет не так сложно попасть захватить точку дальше продавливать их по этой линии . б . б это мост это ключевая точка захвата по которой нужно проехать там начинается просто тупая перестрелка вот эти вот два камня с той стороны это ключевая позиция откуда противник занимает ее и там находится некоторое время дату и сейчас покажу что я делаю в этом случае мы можем с тобой взять этот камень и от него отыгрывать все заезжаешь и начинаешь от раба отрабатывать танки которые появляются вдали вот они все вдали появляются из этих холмов да вот это их не резк начинаешь их отрабатывать дальше прокатку не имеет ну не имеет смысла туда ехать либо прокатываться полностью через точку а там вброд войти только через респ 6 я сейчас захвачу то я не смогу тебе показать а так вот здесь если поехать по нижней траектории вот сюда смотри вот так вот если поехать захватить точку то это в принципе реально но есть тебя ребят не вошьют пронесет тебе до выехать сюда и дальше также поджимать поэтому в основном пацаны едут на точку б либо четвертую пятую позицию отыгрывать чтобы занять примерно вот этот вот эту вот точку вот здесь вот этот камень занять чтобы можно было контролировать дальше выезжать тоже вот сюда либо сюда то есть понятно да есть ты продавил точку б то ты можешь смело выезжать вот наверх и оттуда вы контролировать полностью всю карту справа и слева до допустим и если отсюда во то же самое вот здесь примерно где то есть холмы которые полностью тебя должны прикрывать и сейчас по вам до не доехать что можно было тоже контролировать а так ничего сложного нету просто тут начинается лобовая уже атака можно отсюда выехать оттуда вы сразу открывается вид полностью на первую на вторую линию и можно начинать наваливать сложного принципе большого ничего нету но вот отсюда уже начинается геймплей все вот тут ребята уже могут выезжать понимаешь и что дальше делать непонятно опять-таки смотри у тебя открывается какой хороший вид на прострел да поэтому я же говорю лучше либо вот отсюда выехать вот эти видишь камни если там говорю застрянешь с той стороны то все габелла будет и тут то же самое видишь этот прокатка вот она если ты прокатился да вот там прокатился по той стороне вот и а ты ведь ты полностью открыты да и убить тебя не составляет никакого труда поэтому максимально . ну плюс-минус такая она ну вообще не играбельная сколько не пытался игру прокатиться меня меня вшивают бывало прокатывался да там когда тут никого нет обычно тут кто-то по-любому стоит по-любому кто-то стоит очень тяжело поэтому идет прокатка здесь через этот мост либо говорю вот через четвертую пятую позицию просто проехать потому что тут просто перестрелка горелые машины лобовые атаки опять-таки видишь какая тут весь вид открывается стреляй не хочу а если у чуваков тут есть теплоки ну соответственно да понятно да ну так же ты можешь попасть да но также в тебя могут попасть все дальше тоже непонятно что делать а что делать дальше едешь уже по прямой не выбираешь себе позицию либо по правой стороне либо вот как я щас еду можешь вообще по пересеченной местности ездить опять-таки тут слушать надо обязательно уже настройки сделать чтоб тебя чтобы танки слышал все в идеале красиво рассказывается когда на карте никого нет да когда начинается реальный замес ситуация может так вывернуться что либо тебе сразу там вошьют где-то по дороге блин либо ты действительно сможешь сюда прокатиться это здесь тебя вошьют все делаешь прокатку не стесняешься все вот ты выезжаешь и ты открытый полностью вот что делать да ну что делать еще не забываешь вертолеты летают да а если играть против советов тут 52 50 летают вот пожалуйста танки могут быть как здесь так здесь где угодно они все сюда едут понимаешь а мы отсюда с тобой только выехали а если пошел второй респ они все несутся как ненормальные вот эти вот камни не забывай дать чекать тяжеловато сюда доехать конечно я доезжал при этом никого не убив доезжал и не понял не понимал вообще что делать вот как варик еще более-менее сюда перевалиться с правой стороны открывается у тебя рез да затем холмом да вот он смотри здравствуйте выехал убил выехал убил прикольно да прикольно не появляются поехали дальше поехали на тот арест сделаем прокатку то же самое отсюда вы касается скоро закончится бой так как я точку захватил не хотел захватывать но получилось так неиграбельно вот тоже сам отсюда в мошка этот холм поджать также можно там все контролировать да где там пацаны стоят как отыгрывается эта сторона ключевая позиция же берет эти два камня все все тут все зеркально поджимаешь эти два камня и контролируешь ту сторону но если начнешь выкатываться если задерживаться говорю на этих камнях то там говорю прострелы есть который я тебе сейчас показал тоже повезет прокатишься не повезет значит тебя вошьют ничего такого нету как пойдет как говорится можно сюда прокатиться эту точку ты уже знаешь да с первого бэра это это вторая половина вот она у тебя открывается да то есть пацаны если поедут можно вообще тут где-то встать ну конечно дат открытый может быть чуть чуть пониже где-то может где-то здесь встать то есть надо посмотреть вот ну и дальше то же самое либо такие два камня поджимаешь идешь пока не попрут оттуда вы они любом случае попрут до либо отсюда вот могут выехать уже да то есть такой момент поэтому ты ту сторону уже должен сам понимать как ездить либо также как я как мы с тобой смотрели да опять таки поджимают эти вот камни либо потихоньку вот так вот выезжать не забываешь тут тоже есть здесь выезды и выезжать куда-то примерно вот в этот район чтобы тоже мог контролировать можешь поближе сюда подъехать вот я думаю тут где то есть холм по любому я не помню но где то тут тоже есть холм чтоб ты мог контролировать рез да и тормозить их на этом пути вот а так в принципе вариации событий тут очень много и ключи ключевых холмиков тоже очень много ну я думаю что больше чем я рассказал до пишите думаешь по этому поводу как ты отыгрываешь получается ли тебя вообще отыгрывать эту карту более менее эффективно все пока до новых встреч